15 февраля православный мир отмечает праздник Сретения Господня, который символизирует собой встречу зимы с весной, Ветхого Завета с новым, а еще этот день православной молодежи. В пятницу в киноцентре духовной культуры имени Щепкина прошла необычная встреча юных курян со священнослужителями. Современная молодежь в церкви – явление случайное или закономерное? Какие вопросы духовной культуры интересуют нынешнее поколение? Как устоять от соблазнов и создать крепкую семью? Эти вопросы стали ключевыми в работе трех секций съезда православной молодежи Курской митрополии. Участница форума Наталья Пожидаева признается, решение самых сложных жизненных задач ей помогает найти Бог. Поэтому девушка чтит православные традиции. Мы на традиции взялись с самой семьей. Это основа для человека. Он должен знать о Боге, должен прославляться, должен ходить в церковь. Это жизнь. Бытует мнение, что молодежь не любит ходить в церковь и не верит в Бога. Алена Савафалова спешит его развеять. Девушка уверена, хотя бы мысленно, но каждый общается с Господом. Просит помощи, поддержки. Я занимаюсь спортом и когда мне очень хочется, я молюсь перед каждым стартом, чтобы мне Господь помог. Ну и бывает, помогает. И все, слава Богу, получается. Не всегда, конечно, но бывает. Заметили положительную тенденцию и священнослужители. Практически каждый день парни и девушки приходят поговорить о личных проблемах. Просят совета. Мне по долгу службы за радость приходится встречаться со многими молодыми людьми, в том числе и не церковными молодыми людьми, и проблемы, и вопросы, связанные с духовной жизнью, с поведением молодых людей, в семейных отношениях, интересуют нашу современную молодежь. Мне кажется, что наша молодежь начинает потихонечку тянуться к Богу и к чему-то светлому. По мнению священнослужителей, такие встречи православной молодежи – основы формирования крепкого государства. Екатерина Болдырева, Владимир Придворов, телеканал СЕИМ.